Пожароопасный период в этом году официально начался 22 марта и закончится 2 ноября. Брифинг по итогам состоялся в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края. В этом году зафиксировано на 110 пожаров меньше, а площадь уменьшилась на 220 тысяч гектаров. В этом году зарегистрировано 849 лесных пожаров на общей площади 348 тысяч гектаров. Министерством постоянно ведется мониторинг причин лесных пожаров. Имели места и трансграничные пожары с республикой Бурятия, когда 30 апреля протяженным фронтом с семью языками на территории беклинического лесничества зашел лесной пожар при порывах ветра до 30 метров в секунду. Если абстрагироваться от формального языка, то 90% случаев причина пожаров является неосторожное обращение с огнем, даже, сказать, халатное обращение с огнем граждан, проживающих на территории края. Получается, жгем сами себя. Хотелось бы отметить работу лесников, сотрудников госпожнадзора и правоохранительных органов, в результате действий которых виновников пожаров удалось выявить почти в два раза больше, чем в прошлом году. Выявлено в этом году 27 человек виновников пожаров. Все понесут установленным законом наказания, безусловно. Наказания разные в зависимости от сложности, от 5 тысяч рублей до 900 тысяч, так как теперь учитывается не только ущерб и штраф, но и взыскание затрат на тушение пожара. Самое сложное в выявлении поджигателей – это установка лиц. Были введены дополнительные меры по поощрению граждан за информацию о правонарушениях. К примеру, раньше за информацию о поджигателе платили 5 тысяч рублей, сегодня это 20 тысяч. Но надо учитывать наличие опасности для человека, указывающего на поджигателя. Как правило, и поджигатель, и человек, ратующий за безопасность жители одного села, нередко соседи. После пожароопасного периода следующая проблема – это незаконные рубки зимой. Ущерб порой как от пожара. Сейчас сформированы спецгруппы по отслеживанию таких лесосек. Буквально вчера мы утвердили штатную структуру КГСАУЗа Байкал-Лесхоз, где мы акцентировали внимание на конкретных группах. Минимальное количество группы у нас состояло 4 человека. И мы полностью весь край разбили на соответствующие группы. И это уже утверждена структура. Более того, по распоряжению губернатора на данный момент Минфинам рассматривается положение о вводе выплат за информацию о незаконных рубках. Тут точно такая же ситуация, как с поджигателями. Нередко за информацию о рубке человеку грозит опасность. Размер суммы поощрения пока не оглашается, но будет превышать 20 тысяч рублей. И, скорее всего, Минфин пойдет на такую статью расходов. Масштаб незаконных рубок ужасает. За прошедшую неделю проведено множество контрольных мероприятий. В том числе на 23 с лишним миллиона выявлено ущерб лесному фонду. 26 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Сейчас все документы готовятся в правоохранительные органы. Вообще, с начала года у нас 1099 выявлено случаев незаконной рубки. Из них 264 с установленными лицами. По остальным ведется работа нашими правоохранителями совместно с 50% природных ресурсов. При выявлении фактов о незаконных рубках можно обратиться по телефону, который вы сейчас видите на экране. Вячеслав Барнинский, Антон Деценко, ЗАП-ТВ.